Привет, друзья! Помните, кто был никем, тот станет всем. Знаете, как происходит оптимизация вообще, смена эпох, времена, когда говорят по-китайски, не жить бы вам во время перемен и так далее. Ну, оптимизация. Ну, раньше, например, говорили, между планетный корабль, а теперь говорят, межпланетный корабль. Это в языке, например, а вот в жизни. Вот как обратить на себя внимание в интернете, чтобы к вам стали внимательнее относиться? Ну, там же миллион всяких сайтов и всего прочего. Ну, как обратить внимание? Потому что там, где внимание, там и сознание, и, как сегодня говорят, там и энергия. Ну, естественно, потому что вы живой человек. А как уж становится вот таким образом оптимизация в процессе перемен в жизни? Ну, например, помните, раньше говорили «дамы и господа», там «дамы и джетельмены». Потом стали говорить «товарищи». А потом стали говорить «мужчина», «женщина». Обезвечивание происходит. Ну, это же интересно, да? Кто был кем-то, стал никем. Как стать никем? И как стать, как я вначале сказал, кто был никем, тот станет всем? Ну, моё внимание-то, где закорачивается, когда я интернет смотрю? На таких названиях, которые меня, как говорят, обычно колышат. То есть заставляют волноваться, нервничать. Да, потому что совпадает, в резонансе со мной находится, в синхроне, так сказать, с моими вопросами, которые меня волнуют. Ну, например, сегодня что всех волнует? Вы же знаете, иммунитет, иммунитет, стресс-устойчивость. Поэтому мы будем делать сейчас целую серию роликов, связанных с этим. И как раз-таки я очень горжусь тем, что в этом как раз будет участвовать Академия технологических наук. Уважаемая Академия, где я член действительный, то есть Академик. И это будет очень хорошее сотрудничество. Потому что в этих ситуациях перемен, когда такое смятение у всех, когда такая паника, и никто не знает, за что уцепиться, на что опереться, найти точку опоры. И выжить, и реализовать себя в современных условиях. Конечно, можно, знаете только как? С содружеством, сотрудничеством, сопереживанием, чувством бесценности живого. Это вечные общечеловеческие ценности, на них надо опереться. И поэтому мы создаем науку человечности по научным критериям. Потому что в религии об этом говорят, что надо быть человеком, люби ближнего своего. Но там обычно говорят, чего нельзя делать, заповеди и так далее. А мы говорим, что надо делать. Надо подбирать действия синхронные твоему индивидуальному состояния. И тем самым снимается быстро стресс, и открывается твое природное, творческое начало, о котором в Библии написано, и решил Бог создать человека по своему образу и подобию. Конечно, каждый из нас творец. И когда человек себе не позволяет открывать свои таланты, свои способности, или кто-то ему не позволяет и превращает его в никто, в никто, когда ему говорят, а кому это надо? А если ты умный, где твои деньги? Ну, вышибают из него вот этот самый главный потенциал генетический, который в нём заложен от дедушек, бабушек, прабабушек и дедушек, до самого образно говоря, Адама и Эл. Ну, конечно, у нас такой могучий эволюционный потенциал. Но мы себе не позволяем по разным причинам. Потому что нас всегда учили со школы делать, как делает кто-то. Ну, мы подчинялись авторитетам. Сегодня другое время. Сегодня надо быстро ориентироваться и по ходу, опираясь на метод-ключ, потому что там подбор индивидуальных действий. Для массы людей каждый может подобрать быстро именно свои действия, которые снимают стресс и открывают творческие качества и способности. Вот что спасёт мир. И наука человечности, в котором стержневым, ключевым словом сказано – доброта. Доброта спасёт мир. Сотрудничество, сопереживание, счастье быть собой, а не ходить в чужих ботиньках. И поэтому состояние творца, состояние творца у изобретателя, например, – это ощущение уверенности, что ты решишь проблему. И мы уверены, что мы решим проблему. А как же? Опираясь на общечеловеческие ценности, потому что, когда мы напоминаем себе, что мы – человеки, получается, мы активизируем в себе то, ту Божью искру, ту одухотворенность, которая нам даёт как раз-таки при этом соответствие включения энергии, эндорфинов, когда у нас появляется вместо стресса, страха, паники, дискомфорта, боли, у нас появляются эндорфины, появляется чувство радости жизни, радости, когда мы хотим всех любить, даже вселенской любовью. Мне там в коменте написала дама. Дама написала о том, что радость происходит с древнеславянского где-то, или с санскрита, который был и про-древнеславянскому. Ну, как бы, я не эндолог, понимаете, и не древнеславянист, но кто-то в этом лучше разбирается, вы можете мне написать об этом, просветить меня. Потому что просвещение – есть просветление, да, чтобы мы были светлыми людьми. Знание – это сила. Почему я об этом говорю? Это не банально. Это на самом деле жизнь. Потому что варвары, варвары, которые не имеют сопереживания, они начинают постепенно против культуры, против этики, эстетики, против личности, против человека, расчеловечивают и превращают нас в никто. А мы защитимся тем, как бронёй. Мы скажем, что мы – человеки, а человеку свойственно как раз-таки любое сопереживание, созидание, чувство бесценности живого. Я это повторяю. Эти все качества, они связаны воедино. Это единое качество, которое называется человечность. И именно это спасёт мир. Да, друзья, соединяйтесь. Я хочу вам сказать по ходу ещё одну вещь. Как только появились кнопки, то есть получилось, что интернет начал развиваться, то между усилием и результатом сократилась связь. Нажал кнопку и пожалуйста. Вот это сокращение связи между усилием человека и результатом. Например, выпил таблетку и получил результат. Выпил водки и получил результат. Да? Сокращение этой связи приводит к оптимизации. Сладкого поел, тебе стало лучше. А на самом деле потом прыщики появляются. Так вот, вопрос заключается в том, входите в нашу школу, человек будущего Homo Futurus, потому что мы спасём мир добротой, отзывчивостью. Мы обучаемся там общаться по-человечески. И уже понятно, там, когда кто-то заходит и вдруг начинает с кем-то спорить, ругаться там, кто-то уже из участников школы заметит это и пишет. Вы, наверное, науку человечества не знаете. А я написал, а человек в стрессе, ему помочь надо. Потому что, когда человек в стрессе находится, когда ему плохо, он реагирует вот таким раздражением. Он такой агрессивный. Поэтому, именно, обучаясь по методу ключ, подбирая все самые простые действия, которые вам синхронны, вы их и так инстинктивно делаете, когда вы думаете над какими-то вопросами. Вы сами невольно это делаете, просто вы не знали о том, что если вы будете делать их сознательно в виде упражнений, то у вас снимается стресс и появляется источник мудрости. Потому что источник мудрости равновесия. Сохраним мир на планете. Вместе с этим разум сохраним, чтобы у нас была ясная голова, чувственное сердце. И чтобы мы могли обниматься, целоваться, когда хотим. Конечно. А как же? Невозможно же через это. Правда? До встречи, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!